Доброго времени суток, бойцы! Вы находитесь на канале Блог Экшн Ченнел. Наверняка не существует человека, который ни разу не посмотрел такой культовый боевик с Арнольдом Шварценеггером в главной роли как хищник. Этот фильм стал настоящим прорывом и хитом как для жанра экшен, так и для Арнольда Шварценеггера и его карьеры. В фильме рассказывается история о элитной команды солдат во главе с майором Датчем, которого играет Арнольд Шварценеггер. Отряд Командос отправляют в джунгли Центральной Америки для выполнения миссии по спасению заложников. Путешествуя по густым джунглям, команда сталкивается с загадочным и суперопасным высококвалифицированным инопланетным существом, известным как Хищник. Однако до сих пор не всем известно, что изначально роль пришельца Хищника, против которого бился отряд Шварца, должен был играть не кто иной, как Жан-Клод Ван Дамм, и он успел поработать на съемках. На момент съемок Хищника Ван Дамм хоть и уже играл в кино, но он оставался совершенно никому неизвестным новичком с забавным акцентом. На тот момент в его коротенькой фильмографии даже кровавого спорта еще не было. Его единственной крупной работой была роль Ивана Крашинского в фильме «Не отступать и не сдаваться» 1986 года. Первоначальный дизайн самого Хищника был совершенно иным. Он больше напоминал ксеноморфа из фильма «Чужие», прямоходящего человека с жилистым экзоскелетом и с головой насекомого. Его хотели показать скрытным и проворным, и он должен был преследовать Арнольда Шварценеггера и его солдат. Директор по кастингу Джеки Берч считала, что для этой роли идеально подойдет тот самый Иван Крашинский. Жан-Клод Ван Дамм был человеком, который постоянно приходил ко мне в офис и показывал свои вертушки. Они были удивительными и после этого он умолял меня о работе, рассказывает Джеки в 2017 году. И наконец я сказала режиссерам, этот парень был бы великолепен в роли Хищника. Знаете почему? Потому что никто в мире не двигается так как он. Ван Дамм покинул эту встречу с впечатлением, что его избрали для серьезной роли вместе с крупнейшей звездой боевиков Арнольдом Шварценеггером. К тому же костюмы грим будут минимальными, а значит это отличный шанс светить своим голливудским лицом. Здесь-то он наконец покажет свое боевое искусство, лично подерется с Арнольдом Шварценеггером и даже увидит свое имя в титрах рядом с самим Железным Арни. Они сказали, что я буду в обтягивающем костюме, я буду получеловеком-полуживотным с минимальным макияжем на лице, рассказывает Ван Дамм в 1989. В итоге Жан-Клода позвали на роль пришельца, пообещав ему этакий образ ниндзя-инопланетянина, который будет обладать фирменными боевыми навыками актера. У него будет прекрасная растяжка и он будет использовать вертушки в качестве основного оружия. Но когда на съемках на Ван Дамма натянули обновленную версию костюма, он был вне себя от ярости. Во-первых, в этом костюме никто бы из зрителей не узнал Ван Дамма, по сути из актера он превратился в каскадера. А во-вторых, костюм был настолько неудобным, что Ван Дамм просто не мог нормально функционировать в нем и играть роль. Он даже передвигался с большим трудом. Более того, он даже не мог нормально смотреть сквозь эту маску. А поскольку его зрение и дыхание были ограничены, для него было практически невозможным делать то, ради чего его изначально наняли. Двигаться как Жан-Клод Ван Дамм. Это была толстая резина, я ничего не видел в ней, только малюсенький кусочек, через который можно было дышать. В костюме были специальные кабели, чтобы двигать челюстью и головой. И мне ужасно трудно было сохранять равновесие. Они хотели, чтобы я делал большие прыжки, но это было невозможно. Я прекрасно понимал свои ограничения, и было ясно, что я мог просто сломать себе ноги, рассказал Ван Дамм в 2017. Это также был вопрос безопасности. Ван Дама просили передвигаться таким образом, чтобы убедить зрителей в том, что хищник обладает сверхчеловеческим уровнем ловкости и скрытности, но на ходулях, по неровной местности и в джунглях. Кроме того, как мы уже отметили, его костюм был резиновым, и температура в нем достигала 80 градусов. И все это в джунглях. К чему это привело, мы узнаем чуть позже от актера Билли Дьюка. Когда режиссер фильма начал заставлять Ван Дама исполнять опасные трюки, то Ван Дамм просто порвал на себе этот костюм и ушел со съемок. И как позже выяснилось, Ван Дамм был прав, ведь каскадер, который вскоре проделал этот трюк, сломал себе ногу. Руководитель по спецэффектам Джоэл Хайнек подошел к Ван Дамму и сказал, «Послушай меня, ты хищник, а не кикбоксер. Завязывай с этими штучками». Ван Дамм ответил, «Я должен играть героя так, как вижу его я. Что ж, в таком случае пошел вон, ты уволен». В ярости прогремел руководитель. «В таком случае пошел ты на...», сказал актер и вышел. И это очень достоверный перевод их разговора, который слышали множество людей. Для продюсера потери одного из самых важных актеров – это настоящая проблема и форс-мажор. И чтобы найти выход из этой ситуации, он попросил у студии еще большую сумму денег для нового костюма. В итоге роль «Хищника» исполнил двухметровый Питер Холл, а культовый персонаж получил всем нам знакомый дизайн. Чуть позже режиссеры и продюсеры сказали, что основная причина увольнения Ван Дамма заключалась в том, что сам по себе актер хоть и выглядел отлично, но он был уж слишком маленьким на фоне здоровых мужчин вроде Арнольда и его команды. Рост Ван Дамма составлял примерно 175 сантиметров, а вес не превышал 76 килограмм. В то же время практически все члены отряда Датча были тяжеловесами с ростом за 185 сантиметров. Продюсеры сказали, что представлялось довольно сложным изобразить, как этот маленький пришелец будет раскидывать таких здоровых мужчин. Один из режиссеров даже троллил Ван Дамма и сказал, «Мне очень сложно представить, как коротышка 165 сантиметров будет представлять угрозу такому человеку, как Арнольд. Это просто нелепо». А между делом говоря, если вы интересуетесь боевыми искусствами, атлетизмом и прочими сопутствующими вещами, то мы приглашаем вас в наше сообщество «Первый мужской», где вы можете найти самую актуальную и полезную информацию, которая изменит вашу жизнь. Вам не понадобится диетолог или тренер, потому что у вас есть первый мужской. Мы ждем тебя, так что переходи по ссылке в описании и подписывайся на нас прямо сейчас. Актер Билл Дьюк заявил, что Ван Дамма уволили также из-за того, что он частенько терял сознание на съемках, потому что был обезвожен из-за высокой температуры внутри костюма. Как говорит сам Дьюк? При мне Ван Дамм дважды терял сознание. Продюсер подошел к нему и сказал, «Если ты снова потеряешь сознание, я тебя уволю». Раздраженный Ван Дамм ответил, «Послушай, я не теряю сознание специально. Я обезвожен». Продюсер ответил, «Ты ведешь себя как маленький мальчик, посмотри на Арнольда. Он гораздо тяжелее тебя и ему тоже сложно, но он держится и не жалуется». После чего Ван Дамм очень агрессивно посмотрел в сторону Арни. Впрочем, невысокий рост самого Ван Дамма и большие мышцы Шварценеггера нисколько не мешали самому Ван Дамму ощущать себя весьма смелым. Одна из версий также гласит, что Ван Дамм постоянно конфликтовал со своими коллегами и даже пытался бросаться на самого Арнольда, после чего и настроил против себя весь актерский коллектив. Кстати говоря, как вы думаете, кто бы кому навалял в этой теоретической драке? Все эти причины неминуемо привели к тому, что Ван Дамма уволили. Тем не менее, каким-то образом Ван Дамм все-таки отработал в этом фильме в качестве каскадера. Например, давайте посмотрим внимательнее на этот момент и мы увидим, что здесь у нас совсем не Арнольд Шварценеггер, а Жан-Клод Ван Дамм. И это при том, что в конечном счете его даже не стали упоминать в титрах фильма, будто бы он вообще не имел никакого отношения к Хищнику. Также в конечную версию фильма включили одну из снятых с Ван Даммом сцен. Это кадр, где маг впервые видит призрачный силуэт Хищника, после чего начинает кричать и стрелять из пулемета. Друзья, как думаете вы, кто прав, а кто виноват в этой ситуации? Обязательно напишите свое мнение в комментариях под этим видео и до новых встреч на канале!